Строительство Арктического собора началось в 2014 году. Была забита первая свая. Потом работы приостанавливались, но сейчас они активно ведутся. Данный объект будет частью церковного комплекса. Расположенный через дорогу от Богоявленского храма Новый собор возводится уже шесть лет. Стройка не раз была заморожена. Однако в мае этого года работы возобновились. Многочисленные попытки приостановить или даже упразднить возведение собора со стороны инстанций местных наших, которые изыскивали очень странные, на мой взгляд, причины, не позволявшие продолжить строительство. Это многочисленные изменения в конструктивных особенностях собора. Но в конце концов мы с Божьей помощью эти минусы обрели как плюсы. Проектировали собор архитекторы из Москвы. На первом ярусе будет располагаться духовно-просветительский центр. Демонстрационный зал, где будут принимать гостей, проводить лекции и концерты. По расчётам, общая высота храма – 39,5 метров до вершины креста. Планируется, что собор станет самым высоким зданием в регионе. А здесь сейчас мы находимся именно в храмовой палате. Высота сводов будет 20 метров. Уже почти некоторые фрагменты, по крайней мере, вот эти колонны опорные, которые здесь будут держать свод, они подымаются. Стены тоже возводятся. В соборе также разместят музей русской Арктики. Экспозиции будут отражать совокупность усилий народов в освоении северных территорий и акваторий нашего Отечества. Сама галерея тоже имеет глубокий символический смысл, потому что она будет означать не что иное, как полярный круг. Всё это будет отражено в экспозициях, которые будут размещены на этих почти пятиметровой высоте стенах. И более того, эта экспозиция продолжится даже на внешней стороне. Подрядной организации ещё предстоят и внутренние отделочные работы. Производить их будут в зимний период. Сдать объект планируют в четвёртом квартале 2021 года. В этом году мы планируем закончить стены, сделать опалубку, возвести своды и арочные своды, чтобы завести под кровлю собор. В конце августа в строящемся соборе для православных жителей Наринмара проведут довольно интересное мероприятие. Каждый сможет подписать кирпич и внести его в кладку, тем самым стать причастным к возведению собора. Дарья Чупрова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.